Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, рада вас снова приветствовать на своем канале. В данном видео хочу вам предложить экспресс расклад на тему верный путь. О чем он будет говорить, какая специфика расклада. Первый аркан покажет суть волнующей вас ситуации, и второй аркан покажет, как вам в этой ситуации нужно действовать, чтобы либо добиться успеха, либо выйти из этой ситуации с меньшими потерями. В этом раскладе вы можете для себя проговорить любую ситуацию, чего бы она ни касалась, либо любую сферу жизни. То есть стоит ли вам переходить на новую работу, или стоит ли вам остаться на текущей работе, стоит ли вам во что-либо инвестировать, либо совершать покупку, переезд, или стоит ли вам с этим человеком общаться. То есть здесь спектр вопросов может быть абсолютно любым. Самое главное, это вам расслабиться, интуитивно настроиться на расклад, и доверившись своей интуиции, выбрать тот вариант, который вы себе задумали заранее, либо ту стопку карт, которая будет на вас смотреть. Работать мы сегодня будем с того последствий. Шолода достаточно-таки необычная. Посмотрим, насколько она будет говорливой в текущей ситуации. Значит, вам необходимо, пока я оттасываю, выкладываю карты, проговаривайте, пожалуйста, ваше имя и дата рождения. Если в вашем вопросе присутствуют третьи лица, не важно, ваш партнер, босс, мама, то есть проговаривайте, пожалуйста, их имена и даты рождения. Если дату рождения человека вы не знаете, просто визуализируйте его. Ну и непосредственно ваш вопрос, что вас волнует в текущей ситуации. Всего я выложу 8 вариантов, ну а вы выберите наиболее подходящий для вас. Итак, первый вариант. Второй. Третий. Четвертый. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой и восьмой. Так, ну я думаю, вы для себя проговорили вопрос. На нем сосредоточились, но давайте же смотреть. Если вдруг необходимо нам будет с вами уточнение, безусловно, будем карты уточнять. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. В чем основа ситуации? Ну, карта может четко указывать либо на работу, либо же на то, что в этой ситуации вы пытаетесь себя задорого продать. То есть, отставить свое мастерство, свои интересы, свои взгляды на жизнь. Например, если это партнерские отношения, показать партнеру свою ценность, то есть, насколько вы ценны, насколько вы для него, в принципе, уникальны. Если с позиции работы, то действительно пойти на более работу высокооплачиваемую, либо там, где вас будут ценить, где у вас есть перспективы карьерного финансового роста. Если с позиции бизнеса, то однозначно выбрать себе наиболее достойных партнеров, с которыми сотрудничество вам будет наиболее комфортным. Если же с позиции здоровья, то выбрать, например, себе более квалифицированного врача. Да, пусть это вам, скажем так, вылится в копеечку, но вы понимаете, что это будет оправданным. И какую линию поведения вам здесь нужно занять? Давайте смотреть. Здесь, именно в этой колоде Аркан говорит о том, что вам нужно либо быть в роли ведущего, в роли лидера, но если вы, например, ее не тянете, то смиритесь с ролью подчиненного. Ну, подчиненного в каком плане? Например, если с позиции отношений, если вы пытались каким-то образом преломить мужчину и так далее, но увидите, что у вас не хватает на это эмоционально сил, что мужчина вас духовно, морально сильнее, эмоционально сильнее вас ломает, то вы должны для себя понять, значит, либо вы ему подчиняетесь и строите свой союз дальше, либо ваши пути разойдутся, потому что по пятерке жезлов именно в этой колоде необходимы усилия, и вы должны четко принять позицию, потому что для того, чтобы построить и что-то совершить, либо вы должны быть лидером, либо в роли ведомого человека, иначе здесь не получится. Собственно, так же, как и с позиции работы. То есть, если вы взяли на себя ответственность, то видите свой проект, если вы все-таки переходите, например, на новую работу, присматривайтесь, прислушивайтесь, это вам даст свои плоды, свои результаты. Если касается все-таки вопросов здоровья, то здесь у вас однозначно не роль лидера, а роль ведомого. Вам нужно мнение и, скажем так, диагностика более квалифицированного специалиста, который может вести за собой многих, как пациентов, так, например, может быть, не знаю, там, профессором, руководителем кафедры и так далее. То есть, прислушивайтесь к более компетентным лицам, это вам поможет. И, соответственно, здесь по пятерке жезлов, именно в этой колоде, вам нужна не борьба, вам нужно, знаете, как сотрудничество, соочередительство. То есть, да, возможно, скажем, в чем-то вы поступите своим ценностям, но тем не менее, по итогу вы больше выиграете и добьетесь своего результата. Так, для тех, кто выбрал второй вариант, давайте смотреть. В чем суть ситуации? Суть ситуации здесь заключается в том, что, ну, не то, чтобы вам нравится роль жертвы, вы принимаете такую жертвенную повинность, но, знаете, вот просите, как бы, помощи, что вам одной не справится, либо одному не справится. Здесь повешенный указывает на ситуацию перерождения, потому что вот этот вот, можно сказать, даже утрированно крест, на котором он подвешен, который является символом Тау, да, то есть жизнь, смерть и возрождение, либо другими словами, перерождение. Как говорят карта, не все так плохо, как вам кажется, то есть есть и помощь со стороны. Вам просто нужно посмотреть на ситуацию другими глазами. Вы всегда видите и соратников, и сподвижников, и помощников. В этой затруднительной ситуации вы не один на один. Возможно, вы просто этого не хотите увидеть, либо вам стыдно, либо зазорно пользоваться помощью других людей. И это усугубляет вашу проблему. Что же вам нужно сделать? Вот подвойки Пентаклей. Не бояться, скажем так, балансировать, показывать то, что вам нужно. То есть если вы нуждаетесь в помощи, просите помощь. Потому что вообще подвойки Пентаклей, именно в этой колоде, это когда своим мастерством, этот вот шут, пытается заработать, ну, больших денег. Либо показать, что оцените меня по достоинству, то есть я действительно, я умею, я могу. То есть он пытается обратить на себя внимание. И тем самым, ну, увеличить свой достаток, свое какое-то, знаете, как мастерство, свою целесообразность, свою значимость. То есть из позиции отношений, это, знаете, вот вы пытаетесь успеть все сразу, для того, чтобы быть для кого-то более привлекательным. И вот потом, знаете, играете роль жертвы. Вот он мне ничего не помогает. Так вот здесь, вот, допустим, если с позиции отношений, умейте делегировать какие-то, ну, не знаю, в ваших отношениях, в вашей семье порядок работ, порядок действий, обязанностей, да, кто чем занимается. Тогда вам не придется играть эту жертвенную роль. И тогда вам не придется обращать все время на себя внимание, что мне не хватает внимания, ласки, времени, заботы и так далее. Все можно решить. Потому что на текущий момент вы либо разрываетесь между двумя ситуациями, например, уйти или остаться, либо разрываетесь между рядом возможностей, например, новая работа или старая, что же мне делать, никто мне не помогает, никто мне не может дать дельный совет. На самом деле вы все знаете. И в текущей ситуации вам комфортно. Вам просто нужно воспользоваться помощью и не бояться просить ее у других. Так, с позиции третьего варианта. Что происходит здесь? Здесь либо вам нужна ситуация отдыха, переосмысления, переоценки ценностей перед каким-то вот новым рубком, новым стартом, когда вы движетесь к победе. Не важно, что это. Либо это у вас обновление отношений, к которым вы будете стремиться, да, после какой-то паузы. Если с позиции работы, к новой работе, к новым карьерным совершениям, либо в целом к новой работе. Если с позиции здоровья, после, знаете, вот перерождения, после операции, либо, ну, вот какого-то тяжелого кризиса, да, когда вы полностью восстанавливаетесь. Единственное, что вам сейчас необходимо, это то, что на это время о вас не забывали. То есть, знаете, что вы помнили, потому что вот здесь символ цвета, который женщина возлагает на могилу, является указанием о том, что вас не забыли, а вас помнят. И не бойтесь, что если вы пропали из виду, на вас поставили крест. Нет. Это касается как работы, так и взаимоотношений. Вы действительно и ценный человек, и значимый сотрудник, и любимый партнер или партнерша. Так что не бейте панику. Что вам здесь нужно сделать? Смотрите. Ну, во-первых, как говорит карта, не руй яму, сам в нее попадешь. И если вы, например, своему партнеру строите какие-то козни, вот, знаете, вот такая вот позиция, пусть он пострадает или отомщу, вы эту же ловушку попадете сами, потому что по итогу сами будете страдать. Также, например, с позиции работы или бизнеса, когда вы пытаетесь устранить своих конкурентов какими-то нечестными способами. Поскольку семерка мечей отвечает, как правило, за статьи, за СМИ, за какие-то вести, потому что это карта ментального общения, то вот эта, например, информация, которую вы можете распространять, против вас же потом и обернется плачевным результатом. Поэтому задумайтесь, стоит ли вам это делать. Единственное, с позиции положительного аспекта, что здесь может указывать карта, продумывайте свои шаги, свои планы на несколько пунктов вперед, дабы быть впереди соперника. И вот тогда, действительно, с позиции своего интеллекта вы можете добиться своего результата, тот, который поставили и запланировали. Почему? Потому что семерка мечей, карта хитрости, да, карта интриг, либо здесь, знаете, вот сокрытие информации, которую вы потом, впоследствии можете воспользоваться. Так, что же у нас здесь? Здесь, здесь, здесь. Для меня это тоже значимый вариант. Я задумала свой вопрос. Сейчас мне интересно, что мне тут скажут карты. Так, итак, старший аркан мир. Во-первых, ситуация значимая, ситуация кардинальная, которая может в целом поменять ваши планы. Объясню, почему. Мир, во-первых, мало то, что старший завершающий аркан. Это, как знаете, завершение одного жизненного цикла, начало другого, нового этапа. Карта переездов, карта путешествий, карта связи с общественностью, с иностранцами, карта, ну, таких вот, знаете, когда все, добились то, чего хотели, отправная точка. В принципе, я это задумала, но посмотрю, чем она для меня обернется. Потому что мечтать, это осторожнее, мечты забываются. Так, хорошо. О чем здесь говорит карта? Боже мой, все получится. Как я этому рада. Надеюсь, так и будет. Все, кто выбрал четвертый вариант, я поздравляю, два старших аркана, которые однозначно говорят о том, что да, это свершится, то, о чем вы задумывали, это будет вам во благо. Итак, каким способом вам этого добиться? По аркану звезда. Достигая цели, не забывайте о себе. В первую очередь, холите или лейте себя, потому что вы тот центр, который питает, дает помощь другим людям, дает какую-то, ну, не знаю, власть, какую-то, вы знаете, поддержку. Почему? Потому что здесь звезда, это указание на то, что все обязательно сбудется, благодаря вашим усилиям, о том, что, но вам нельзя забывать о себе. То есть вы должны питать не только других людей, но и себя саму. Либо это то, что сбудется в долгосрочной перспективе, но обязательно реализация этого плана превзойдет все ваши ожидания, это будут сверх нормы. Это не потому, что я выбрала этот вариант, а на самом деле карты именно так говорят. Четвертый вариант, еще указано тоже, вот смотрите, по старшему аркану звезда, что вы сейчас полностью вкладываетесь, какое-то новое дело, новый проект, неважно, отношения, это работа, финансы, новые творческие планы, и вы все делаете с умом, потому что вот видите, сколько у вас путей для отхода, для решения каких-то проблем, каких-то действий, вы все равно добьете своего результата. Я искренне вас с этим поздравляю. Так, давайте смотреть пятый вариант. Так, 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 что же у нас здесь? На текущий момент, либо у вас идет ситуация материальных проблем, которые вы пытаетесь решить, допустим, срочно получить какую-то большую крупную сумму денег, либо желание вернуть долг, либо ситуация безработицы, которую вы пытаетесь преодолеть, либо, если это касается отношений, ситуация духовной бедности, плюс во все это дело подливает масло еще третье лицо. Это может быть мама, это могут быть в принципе сторонние люди, здесь сейчас не веду речь о любовницах, любовниках и так далее, то есть кризис, потому что пятерки с позиции нумерологии карта квинтэссенции, то есть нестабильности результата, точка перелома, после которой либо ваша ситуация кардинально изменится в лучшую сторону, либо в худшую. Итак, что же вам нужно здесь делать? Давайте смотреть. Если, например, это с позиции отношений, кризис в отношениях, то есть вам нужно, первое, проявить интерес, потому что здесь карта отдыха, карта дурачества, ребячества, позвольте себе вернуться в детство, побыть детьми, открыть свою душу, открыть свое сердце, действительно избавиться от каких-то внутренних проблем. Даже, например, если у вас тяжелые материальные положения на текущий момент, самое главное быть богатыми духовно, и здесь, как говорят карты, оно не позволяет вам материальное положение, но устроите вы своему любимому либо любимой, да, романтический вечер на природе, неважно, а там может быть какой-то вылазка, какой-то пикник, просто погулять по парку, создать какие-то благоприятные, позитивные эмоции, подарить тех же полевых цветов, неважно, то есть старайтесь, у вас все получится, у вас основная проблема в том, что вы зациклены на более каких-то материальных, нежели на духовных вещах. Если с позиции работы, то здесь, например, вы не получили помощь и поддержку окружающих, либо ситуация банкротства предприятия, либо вы в целом не можете трудоустроиться, как говорят карты, дерзайте, стучитесь во все двери, вам откроют. Если с позиции финансов, та же ситуация, то есть не будьте, ну как бы, знаете, не считайте постыдным просить, у вас получится, вы сможете это преодолеть, сможете это реализовать, но если эта ситуация касалась здоровья, то однозначно здесь наступит этап выздоровления, просто здесь, знаете, как всему свое время и нужно переждать, потому что именно в этой колоде, это знаете еще как, чаще всего вы окажете помощь от того, от кого вы не ждете, и чаще всего вы получите его от того, кому намного хуже, чем вам. Вот так, именно в этой колоде такая трактовка, потому что здесь по пятерке пентакли, костыль, это та помощь, на которую вы надеялись, хотели опереться, но это уже, знаете, как ситуация отчаяния, когда все от вас отвернулись, и ждать помощи нет кого, и вот женщина более бедная, она несет, знаете, как котомку с каким-то тряпьем, и именно она дала этим людям укрыться, знаете, вот именно, скажем, ну вот так прописано, во всяком случае, в колоде, дала вот это вот какое-то тряпье, укрыться, скрыться от холода, то есть человек, которому на самом деле по сути хуже, чем им, потому что она одна, а они здесь совместно, у них есть хотя бы поддержка, опора той к другу, а у нее нет никого. Поэтому вот по пятому варианту, если у вас все плохо, не бойтесь, предлагайте сами, идите первый на какой-то шаг, на какой-то пролом, и для вас это обернется успехом. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант, давайте смотреть, в чем у вас суть, либо основа, происходящего. Но здесь по девятке пентаклей, либо вы заложница ситуации, а именно каких-то материальных ценностей, птицы в золотой клетке, либо здесь в целом, поставили сами себе ряд ограничений, которых вы желаете добиться, вне зависимости от того, работа это, отношения, то есть у вас, знаете, какой-то идеал, который вы хотите достичь, любыми путями, либо формат идеальной семьи, идеальных отношений, идеального мужчины, или идеальной работы, то есть все должно быть безукоризненно. Что вам для этого нужно сделать? Ну, на самом деле, по Аркану Маг, все карты в руки, потому что вы сам творец всего, что происходит в вашей жизни, и самое главное, для этого у вас есть абсолютно все ресурсы, которыми вы не только умело пользуетесь, но и которые вам дадут потом плодотворный результат. Поэтому для тех, кто задумал шестую позицию, вот то, что вы себе задумали, как вам нужно делать, контролировать ситуацию, делать так, как считаете вы, не прислушиваться к другому мнению, а вот именно вот как вы решили, так и руководите. Ваша линия поведения, она приведет вас к успеху, именно к тому идеальному формату и образу жизни, к которому вы стремились. Для тех, кто выбрал седьмой вариант, в чем основа Сербур ситуации? Ну, десятка пентаклей касается вопросов семьи, либо вопросов финансов, достатка. А здесь, как вы говорите, ну, или думаете себе, а в то ли я инвестирую, нужно ли мне это, принесет ли это свои плоды, неважно, что это отношения, работы, финансы, что-то еще. Здесь у вас, знаете, боязнь не прогадать, а сохранить то, что вы вот копили долгими годами, либо к чему стремились долгими годами. И что здесь вам нужно сделать, вот по восьмерке мечей, вообще, в чем заключается трактовка этой карты? Здесь девушку похитили, связали, да, потом вот ее освобождают. Так вот, как говорит карта, чтобы достичь желаемого, освободитесь, либо от ненужных отношений, которые вас тяготили, да, и вы сможете построить новую семью, либо от ненужной работы, которая вас тянет ко дну, и вы сможете получить работу более высокую, более высокооплачиваемую. Либо, если у вас, вы сейчас зациклены на материальном, знаете, ну не то, что отрекитесь от этого, переключите свое внимание на духовный мир, и вы сможете достичь, да, этого достатка, потому что по восьмерке мечей, это избавится от груза, отягощающих вас обстоятельств. То, что было для вас в тягость, но вот вы тянули, как чемодан без ручки, потому что вот надо, по восьмерке мечей, снимите с повязку в глаз, посмотрите реально на ситуацию, вы же не только видите, вы знаете подсознательно, что именно мешает вам достичь такого результата. И у вас это обязательно получится, потому что меч у вас по сути есть в руках, у вас есть человек, который вам в этом поможет, вывести в основной уровень, новые обстоятельства, и в целом преодолеть какой-то жизненный кризис. Если вы спрашиваете по поводу новых отношений, однозначно это знаете, как избавиться от старых, ненужных, и завести новые, плодотворные. Ну и последний вариант, восьмой, основа ситуации, девятка мечей. Все ваши страхи надуманные, вам не только их можно отгонять, вам нужно с ними бороться, в прямом и переносном смысле этого слова, потому что вы сам творец своего счастья, и сами не видите, что загоняете в какой-то глупый угол, потому что по девятке мечей, вот знаете, сама обиделась, сама расплакалась, вот сами себя накрутили, лишний раз переживали, не спали ночами, а это все, ну как знаете, какие-то надуманные страхи, которые этого не стоили. И вот здесь итоговая карта, шестерка Пентакль, касается она материального, безусловно, либо же, как говорит карта, просите помощи, если вы в этом нуждаетесь, либо оказывайте помощь тем, кто в ней нуждается, но делать это все по справедливости. То есть, вот о чем гласит Аркан, поскольку здесь изображены весы, то есть не лезьте к каждому, ну как знаете, с непрошенным советом, или живут с ненужной помощью, которую не оценят. Давайте только тем, кто ее непосредственно просит, вот тогда все ваши усилия будут оценены по достоинству. Тогда вы сможете бороться с вашими страхами, правильно я поступила, неправильно я поступила. Шестерка Пентакль, карта благодетели, карта исполнения ваших желаний, поэтому здесь вам однозначно окажут и помощь, и поддержку, неважно, касаемо отношений, то есть партнер пойдет вам на встречу, все ваши страхи, например, по поводу ваших отношений были беспочвенные, либо страхи по поводу работы, здесь у вас будет протекция, вы тоже получите поддержку. Если с позиции здоровья, по шестерке Пентакли, это знаете, как вложение в правильное лечение, в правильную диагностику, то есть у вас все обязательно получится. Стоит только перестать бояться. Вот таким у нас вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, проигрывается он у вас или не проигрывается. Мне будет очень приятно ваша обратная связь. Для тех, кто хочет получить консультацию на индивидуальной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. А я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.